Ну, давайте разберемся, что же реально происходит сейчас в Казахстане. Итак, если просуммировать все, что у нас есть на сегодняшний день, в Казахстан вторглась Россия, это полномасштабное вторжение, это никакое не ОДКБ. Нет, понятно, что формально это ОДКБ, что это закрыто фиговым листочком вот этой вот фиговой организации престарелых диктаторов плюс Армения, но де-факто это полномасштабное российское вторжение, которое, видимо, готовилось уже черти когда и осуществлено вот сегодня. Количество российских войск в Казахстане в настоящий момент от 16 до 19 тысяч и постоянно прибывают новые. То есть ложь вот эта про 2,5 тысячи, это для базарных бабушек, это все ерунда, на самом деле там совсем другие цифры и совсем другие цели. Эти люди приехали оккупировать страну, они приехали присоединять новые территории к Москве и России. Все, никаких других задач у них там не стоит, все остальное это треп. Таким образом, это первая сторона как бы этого кардебалета. Вторая сторона та, что казахи поднялись на борьбу, чтобы там кто не говорил, а Алма-Ата борется. Перестрелки не затихают в Алма-Ате ни на минуту, всегда казахи противостоят оккупантам. К сожалению, казахская армия оказалась такой же точно, как белорусская, по крайней мере, по состоянию на настоящее время жует сопли и потворствует оккупантам в оккупации собственной страны. Пусть это остается на их совести. Слава богу, украинская армия не такая. Но что я могу поделать, это ваша армия, вы ее растили, вы за нее платили и вам виднее, почему она состоит из таких вот людей. Это второй момент. Еще один момент. Два крупных очага сегодня было, я не знаю, чем все закончилось, потому что интернет в стране обрублен. Если вы победили, так включите интернет, вы жарете на каждом глушу, вы победили. Чего же интернет везде вырублен? Я чувствую, как вы победили. Как минимум, значит, знаете, по крупицам выходит информация. Значит, информация такая, что сегодня был бой на площади республики. Чем закончился, я не знаю, это самый центр города. Был длительный большой бой на трассе Алматы-Бишкек. Чем закончился, то же самое непонятно. Сегодня и вчера российские оккупанты не раз открывали огонь. Точнее, почему я говорю российские оккупанты? Потому что это люди, говорящие между собой по-русски. А второй момент. Казахи всегда своими шевронами. А эти, как обычно, их там нет и никаких шевронов нет. Мы это помним по Донецку и Луганску, когда их там наши бойцы встречали. И, скажем так, успокаивали их там и отправляли назад уже в таком не очень приглядном виде. То они тоже были без опознавательных знаков. Назывались их там нет. Так вот, в Казахстане точно такие же их там нет. И за вчерашний и позавчерашний день они убили очень многих казахов. Потому что открывают на улице огонь в любую сторону без предупреждения. Ну, как и сказал вот этот вот ФСБшник Такаев. Но они убили двоих детей за вчерашний день. Девочку убили, которой 4 годика. И мальчику, если я не ошибаюсь, 12 лет. Вот чем они занимаются. Они занимаются мародерством, они занимаются убийствами. Ну, то, чем обычно занимается российская армия везде. То есть, ничего нового они как бы не делают. Слава Богу, хотя бы, пускай, скажем так, пускай не казахская армия. Пускай отдельные казахские граждане, у кого есть оружие, судя по всему, все-таки противостоят этой навале. И жить им там спокойно не дают. Вот такая вот ситуация на сегодняшний день. Отдельно хочется рассказать о ситуации с Назарбаевым. Который, по словам его пресс-секретаря, полностью поддерживает политику Такаева. Ну, я уже рассказывал, было видео сегодня, как точно так же, приблизительно в таком же состоянии. После смерти узбекского президента Ислама Каримова, к нему неделю ходили на доклады. Они боялись слишком его. Он уже умер, а они еще ходили, ему докладывали на полном серьезе. Все министры кланялись ему по привычке, туда ходили, значит, и делали вид, что он живой. И даже делали ему макияж, чтобы снимать на телевидении. Вот, я почему-то боюсь, что с Назарбаевым подобная ситуация сейчас. Вот, и... Ну, по крайней мере, его никому не показывают и говорят, что он в Нур-Султане, который уже больше не Нур-Султан, я так понимаю. Потому что узбекские, казахские официальные лица избегают этого названия больше. Я чувствую, что у города уже будет пятое название, потому что было там советское, по-моему, Целиноград он назывался, или как в советские времена. Потом он назывался Акмала, потом назывался Астана, потом Нур-Султан. А теперь он уже не Нур-Султан, а вообще безымянный город. Ну, вот, как-то так при... Хотя уже российские оккупанты, видимо, дадут свое какое-то имя. Так вот, друзья мои, самое главное из этого всего то, что количество войск так называемого ДКБ, а де-факто России, на порядок больше того, что заявлено. Эти войска приехали совсем не для того, чтобы что-то там охранять. Они активно расстреливают казахов на улицах Алматы. И эти войска приехали, как сказал Блинкен, если выпустили Россию, его потом очень тяжело оттуда вышвырнуть. Посмотрите на наш Донбасс. Нет, мы их, конечно же, вышвырнем оттуда. Но мы немножечко подождем. Пускай она немножко погрязнет в одной, двух, трех, пяти локальных войнах. Потом, если разберемся уже по-своему. Но то будет потом. Так вот, друзья мои, ситуация пока что для казахов крайне печальная. Группы партизан противостоят этой навале. Армия пока что молчит, то ли слилась, то ли не пойми, чем она занимается. А Путин активно колонизирует Казахстан. Путин активно колонизирует Казахстан.